Мозорский велоспорт давно и прочно занял свою нюшу в республиканской табеле о рангах. И выступления представителей столицы Полесья на крупнейших международных соревнованиях, в том числе и профессиональных. Представительство воспитанников нашего края в сборных командных стран на конец проведения крупнейших велосипедных состязаний на шоссе. Все это говорит в пользу Мозорского велоспорта, который с 8 по 11 июля принимает довольно масштабно, можно сказать, многогранное соревнование. Это соревнование, можно сказать, три в одном. Чемпионат и первенство Республики Беларусь в парной гонке среди женщин, мужчин и юниорок, и юниоров. Затем групповая гонка идет по программе первого этапа Кубка Республики Беларусь, поскольку в Мозоре это будет первое соревнование в этом сезоне по велоспорту. Первый этап Кубка Республики Беларусь. Здесь будут мужчины и женщины, а у юниоров и юниорок они участвуют в открытом первенстве Гомельской области в групповой гонке. Гонка Критериум идет как первый тур чемпионата и первенства Республики Беларусь. То есть гонка Критериум она практически проходит как чемпионат и первенства первый тур и чемпионат и первенства Гомельской области по велоспорту. Что касается шансов представителей столицы Полесья, воспитанников и учащихся Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва. Могут ли они завоевать награды вышеупомянутых состязаний? Увидим ли мы наших земляков на пьедестале почета? Что чемпионата, что Кубка, что первенства нашей стороны и Гомельской области? Ну в принципе команда у нас в общем-то сбалансирована, как говорят спортивные специалисты и в общем-то ожидаем медалей как в чемпионате, так и в первенстве планируем медали во всяком случае. Ну и соперники тоже готовились к этим соревнованиям, тем более первое соревнование все захотят показать себя с лучшей стороны, как говорится. Михаил Андросов, Иван Чернявский, Никита Тур и Кирилл Гуцко эти два дуэта могут принести медали в парной гонке в первый соревновательный день в четверг 9 июля. И что Мозорский филиал Гомельского училища Олимпийского резерва, что с дюшер номер три уже с начала состязаний, вполне возможно, украся свой наградной лист новыми медалями, в том числе и высшей пробы. Кстати, что касается международных туров, ожидается ли их проведение в 2020 году? Что касается международных стартов, сейчас только ясно по одному старту по международному. Это чемпионат Европы, который планируется во Франции в августе месяце. Остальные все соревнования пока под вопросом. Добавим, что под эгидой велосипедного клуба «Минск» в августе пятерка наших спортсменов под руководством тренера Евгения Викторовича Сенюшкина примут участие в первом этапе Кубка мира. Среди юниоров Иони, Никита Тур, Максим Легкий, его тезка Иванец, Артем Кудровец, Демен Цуркан не сомневаемся, выступят достойно. Чему поспособствуют состязания, которые состоятся на Мозорщине с 9 по 11 июля. Продолжение следует...